Сегодня в нашей республике большой праздник – День Чувашского языка. 25 апреля, ровно 174 года назад, родился педагог, просветитель, создатель современной чувашской письменности Иван Яковлевич Яковлев. По всей республике сегодня проходили различные акции, концерты, выставки. Взрослые дети читали стихи, исполняли песни на родном языке. По традиции день начался с возложения цветов к памятнику Ивану Яковлеву. Его многочисленные труды – алфавит, чувашская школа – стали основой для развития национального языка, поэзии, музыки, изобразительного искусства. «Мы должны помнить свое прошлое, традиции и наставления великих земляков, и именно в этом случае будем сильными и успешными», – сказал глава Чувашии Олег Николаев. В Национальной библиотеке руководитель региона открыл документально-художественную выставку «Национальное чудо. Посвящение Константину Иванову». Экспозиция приурочена к 55-летию оперы Нарспи и столетию одноименного спектакля. На выставке собраны редкие архивные документы, фото, живописные и графические работы, театральные костюмы и афиши. Экспозиция позволяет проследить жизнь поэмы с первой ее публикации до стенических воплощений. Среди собравшихся было много ученых и учителей, которые рассказали о том, что им помогает в сохранении родного языка. «Первые ростки уже есть. Этот новый учебник, который построен на коммуникативной основе, дети учатся не только чтению, переводу, но самое главное – общению. То есть они могут использовать этот язык в быту, могут использовать этот язык вообще в обществе. Вот этот учебник дает нам возможность». В День чувашского языка в столице республики традиционно проходит масса событий. Одна из акций – Всечувашский диктант. В этом году он юбилейный. Десятый раз чуваши из-за парты сели знатоки родного языка, чтобы написать под диктовку текст писателя и ученого Константина Петрова, посвященный нашему выдающемуся земляку, летчику-космонавту Андриану Николаеву. Образовательная акция сегодня прошла на трех площадках – в ЧГУ, Педоруниститете, а также в Институте образования. Свои знания и грамотность проверили больше сотни человек. В основном это были студенты. Кстати, Всечувашский диктант можно было написать как в очном формате, так и в режиме онлайн. Результаты будут известны в течение недели. В написании диктанта были такие сложности, как прямая речь, им также именно собственные, но в целом текст был хороший, поэтому я надеюсь, что получу хорошую оценку. Участвуют и взрослые, умудренные опытом люди, и молодежь, которая осваивает язык. Это как раз сочетание, это как раз символизирует преемственность народа, но самое главное – преемственность чувашского языка. Язык сохранится только тогда, когда из поколения в поколение она будет передаваться, и не только язык составить, в том числе письменная чувашская речь.